Я хочу теперь рассказать о нашей уже рабочей повестке нашего собрания. У нас собрание, предневное собрание, постоянного собрания ветеранов национальных движений крымских катар и исполкома Крымско-Катарского народного фронта с участием полицовета Милиферка, которая с одной повесткой дня, с одной повесткой, это вопросы подготовки к проведению второго чрезвычайного общенародного собрания, решение о котором, о проведении которого было принято, как вам всем известно, на первом чрезвычайном собрании 18 мая этого года на площади Ленина в Симферополе. Но прежде чем, значит, по этой части, по этой части, прежде всего, прежде всего, я предоставлю слово всем руководителям общественных организаций, которые входят сегодня, на настоящий момент входит сегодня Крымско-Катарский народный фронт. У нас тут тоже есть очень, я считаю, почетный, известный человек в Крыму, это профессор Адерми Метов. Он сегодня возглавляет комиссию по подготовке предложений о реализации закона языка о региональных языках. Я думаю, будет интересно его тоже послушать в этом смысле. Потом будет предложен вам проект, резолюция, который вам раздан, обсуждение этого документа. Здесь каждый, кто хочет выступить с каким-то предложением или выступлением, милости просим записываться, и чтобы мы упорядочили нашу работу. Вот такая повестка дня касательно основного вопроса. Основного вопроса, поскольку осталось у нас с вами для проведения второго чрезвычайного собрания, не так уж много времени, как многим кажется. 18 октября, это ровно полтора месяца у нас осталось, поэтому мы должны с вами приложить максимум усилий для того, чтобы это собрание прошло организованно, массово, и чтобы решения, которые на этом собрании будут приняты, дошли, наконец, до тех кабинетов власти и кабинетов власти, где принимаются судьбоносные решения касательно Украины, украинского народа, Крыма и Крымскартарского народа. Вот, и поэтому я вас призываю всех, мы все тут люди, в хорошем смысле слова, не первой свежести, то есть достаточно опытные и агитируют друг друга за правду, за свободу не надо, а прежде всего говорить о деле, каким образом и что надо конкретно сделать вот за этот полуторамесячный период времени. Но прежде чем мы приступим к обсуждению нашего основного темы, я не могу не сказать о еще одном знаковом событии, которое мы сегодня... Свидетельми которого мы сегодня все являемся, это предстоящие, опять же, в октябре, 28 октября, выборы народных депутатов Украины. До этого момента, до этого момента, это мое мнение личное, я считаю, что фактически, фактически, участник Республики Татару в выборах парламента страны носил формальный характер, он не носил общенациональный характер, и сегодня уже так происходит. Но, но, одно отличительное но есть. Нам удалось, нам удалось зарегистрировать в качестве кандидата в народную депутату Украины от народной партии Великобритания путем самовыдвижения Альмира Шекетовича Самодинова по шестому мажоритарному избирательному округу. Это округ, куда входит Кировский район, это входит Феодосийский регион полностью, и 70 советов Ленинского района, начиная от Челкина и сюда, в сторону Кировского района. Вот, поэтому, я думаю, что это очень тоже знаковое событие, и если мы все вместе очень хорошо постараемся и поработаем, есть шанс, небольшой, но есть шанс, что наконец-то у нашего народа появится настоящий народный депутат, который будет заниматься исключительно защитой интересов крымско-кандидатского народа.